Музыка Привет друзья Как уже можно догадаться Сегодня будет небольшой обзор По пылесосам Так удачно сложились обстоятельства В моей мастерской Одновременно появилась куча Пылесосов Это старые В ремонт Сейчас кое-чего покажу У нас не так много времени Но я думаю Что успеем сделать небольшой Обзорчик Точнее это не обзор Просто Рассмотрим модельки старые и новые Чем они отличаются Что добавили Что убрали Движемся дальше Так совпало Что сегодня выходной И получается Отправку мы не можем делать Поэтому Пылесос Который уже Должен уйти Покупателю Немножко задерживается Мы этим воспользуемся И посмотрим Какая разница Что добавили в новых Моделях Так это у нас ЦТЛ26Е Произведен В Феврале 2019 Года Его дружбаны Гораздо раньше Это вот аналогичная модель Тридцать шесть Но я его не буду снимать Я покажу На примере Тридцать шесть Это мой старенький Автоклин На эти кнопочки Не обращаем внимания Она появляется В моделях Автоклин Значит Основная разница Которая мне Попалась В глаза И она очень приятна Это Изменили Верхнюю крышку А именно В стареньких моделях Она достаточно тонкая И если его схватить Не за ручку А за корпус То Достаточно легко Отломать Она хрупковатая Мой Уже неоднократно Лечился Но Тем не менее Особо его уберечь Не удалось Где-то все равно Стукнешь Стукнешь В новой модельке Ее значительно Усилили Здесь Появились Вот ребра жесткости Мы видим И Это место Стало Достаточно Прочнее Здесь вот Слабовато Крышечки Появилась Возможность Цеплять Систейнеры Старого образца Соответственно Нового Так вроде бы Ничего больше Особо Не поменялось Внешне По крайней мере Я так сразу Не замечаю 2011 год 8 лет Разницы Здесь Стандартно Стоит мешок Открывать Открывать Не буду Значит Шланги Шли В те годы Обычные Ну как обычные Условно Это антистатик Достаточно Хорошо и долго Он отработал Отодвигаем Стороночку В новом пылесосе Шланг Уже Уже Конечно же Другой То есть Он имеет Оплетку Которая Не цепляется За края Будет удобнее Работать И здесь Шланг Конический Здесь Меньший диаметр Здесь Больший В процессе То что у нас Уже сюда Влезло в горло Естественно Оно не застрянет И беспрепятственно Уйдет Внутрь Для информации Вот эти Контакты Это идет Вот здесь Они выходят И когда мы Собираем жидкость Когда сюда Вода доходит Пылесос просто Выключается От переполнения Чтобы мы могли Возможность Еще Все это Вынести Что поменяли И сделали Удобнее Сзади Вот здесь Здесь на корпусе Мы крепим Держатель Для кабеля Наматываем Он немножко Меньше стал И появилась Одна особенность Здесь Чтобы нам Снять кабель Мы его будем Разматывать В этом варианте Здесь достаточно Развернуть Одно Из ушей И Вся Наша намотка Можно легко Ее будет снять Не мучаясь Не разматывая Мелочь Но приятная Все С этой моделькой Оставляем Может быть Есть еще Какие-то изменения В данном случае Их Искать не буду Также место Для дополнительную Розеточку Для модуля Bluetooth Если Интересен Такой вариант То есть Можем все это Устанавливать По модулю Есть отдельное Видео Ссылочку В конце Добавлю Регулятор Ручной режим И автоматический Когда у нас От розетки Идет В моем варианте Две розетки Авто Здесь можно Ставить просто Розетку-удлинитель Но мне удобнее Когда две Розеточки И мы их Используем Одновременно С двумя инструментами Точно так же Здесь Это постоянно Подключено И у меня Вот Выход идет Сразу Подключение К инструменту И вторая Дежурная Тоже автоматически Если я использую Два инструмента Вот Что больше Интересует Появились Новые Модели Пылесосов Мини И Миди Они Конечно Уже Кардинально Отличаются Вот Два Малыша Новое Поколение Миди И Мини Их Предшественники Это Наши Коллеги Это У нас Мастера Так работают То есть У них Пылесосы Служат Проходят Жесткую Службу Очень Это Пришли в ремонт И один И второй Но Смотрю На разных Фабриках Методы Методы Одни и те же Из Внешних Сразу Видим Поменялись Колеса Спереди Сказать Что эти Были мощные Наверное Когда на них Наступали Все таки Они не выдерживали Судя По образцу Крышки На розетках Синхронно Оторваны Еще раз скажу Это совершенно Две разных Фабрики Задние Задние колеса Мы видим Здесь Они больше Стали Судя По вот Этим Отверстиям Можно Будет Здесь Фиксировать Ручку Для Перевозки Ну и Немножко Конечно По габариту Стали Отличаться Вот Это Все таки Мини Один И мини Второй Вот Это У нас Мини Общие Габариты В принципе Не сильно Увеличились По длине Это можно Конечно Посмотреть По техническим Данным Сейчас Я не буду Смотреть Это Все Есть В каталоге Но Внешне Он Увеличился Все Этот Убираем В принципе Нам особо Он Не понадобится И На одном Из Вот этих Ребят Рассмотрим Что добавилось Например Миди Значит Сразу Что Что Заметно Здесь Система Очистки Появилась Такая Как у Автоклин Единственное Что там Она автоматически Происходит Здесь У нас Ручная Пневмо Очистка Очищает Она Фильтр Фильтр Теперь Нам не нужно Снимать В отличие От Предыдущей Модельки Здесь Фильтр У нас Находился Вот тут И Соответственно Снимался Вот таким Образом Патрубок Патрубок Входил В отверстие Мешочек Извлекался Вот таким Образом Здесь Фильтр Нам Отстег Для того Чтобы Снять Фильтр Не Нужно Мы Можем Снять И Наверное Сразу Покажу Если Мы Работаем С Грязью С Жидкостями То Вынимается Вот этот Фильтр Устанавливается Другой Мы Можем Сразу Убирать Грязь Воду Или Еще Что Нибудь Какие Нибудь Жидкости Фильтр Сразу Идет С Кассетой Меняется Достаточно Легко Не Достаточно Совсем Легко Меняется Продается Отдельно Заказываем Приобретаем Если Есть Необходимость Работать С Грязью Пойдем Сверху Отсек Для Шланга Здесь Он Тоже Был Шланг У нас Вставлялся Угловой Нет Нету Здесь Сейчас Шлангов Чтобы Продемонстрировать Но Все Их Видели Сейчас Шланг Во первых Он такой же Идет Как и В 26 36 Пылесосе Уже В оплетке Точно Так же Он Имеет Конусность Но В отличие Здесь Поворотные Шланг У нас Это тоже Антистатик В отличие От Этой Модельки Здесь Нету Углового Перехода Здесь Прямой Вход То есть Шланг У нас Вставляется И мы Можем Его использовать Крышка И верхняя Часть Гораздо Жестче Хотя Наверное Ее тоже Можно Разрезать Еще Не пробовали Тут Тут уже Не один Проход Был Есть Маленький Интересный Нюанс Если Если Она У вас Открыта И Каким-то Образом Что-то Что-то Случается Ее Мы Ударяем Крышка Не Отламывается Здесь Специальная Система Когда Она Вылетает Но Она Остается Целой То есть В этом Плане Даже Такая Мелочь При Разгрузке При Работе У нас Всегда Есть Возможность Но Мы Можем Зацепить Происходит Отщелкивание Она Все-таки Остается Целой Мелочь Но Очень Полезна Даже В таком Варианте Здесь Под Т-лок Система Крепления Под Старые Систейнеры Под Новые Все Это Остается И Работает Так же Хорошо Изменили Защелку Защелку Теперь Она Как в Больших Пылесосах Немножко Иначе Тут Она Просто Зажималась Здесь Все-таки Подтягивает И более Надежно Фиксируется Сейчас Сейчас Вот Эту Систему Включим Попробуем Как Она Гудит Кабель Внешне Стал Больше По Сечению Наверное Мы Сейчас Посмотрим Где-то Он Должен Подписан Три По Полтора Здесь Тут Наверное Я Сейчас Не Найду Бог С ним Не Так Важно Наверное Включается Эта Сеть Кнопка Мы Его Включаем И Ручной Режим Пылесос У нас Работает Тогда Мы Зажимаем Достаточно Мощный Удар Пневмо Фильтр Вычищается Пока Смотаем Шланг Сюда И Рассмотрим Остальные Особенности Длина Шланга Длина Кабеля В технических Характеристиках Есть В каталоге Сейчас Не меряем Можно Конечно Будет Померить Фактически Сколько Сколько Есть Чуть Чуть Позже Инструкция Гарантия Мешок Еще Одна Особенность Которая Появилась С выходом Этой Модели Мешки Теперь Одинаковые Для Мини Для Миди Они Одного Размера Теперь Не нужно Искать Для Мини Отдельно Для Миди Покупаем Один и тот Мешок По Объему Он Подойдет Как в Один Так и В другой Пылесос Так Устанавливаем Тут Достаточно Легко Понять Что Куда Идет Мы Не Ошибемся Фиксируется И Этого Достаточно Входит Уже По Центру Если В старой Модельке Мы Смотрели Он Был С Краю Вот Там Дальше То Теперь Он Ближе К Центру Расположен У Него Будет Еще Раз Направлен Выход Значит Фильтр Наход Здесь Выход Идет В эту Сторон То есть Изначально Мешок Будет Наполняться У нас С Передней Стороны И постепенно Будет Доходить До Заполнения К Фильтру Если Это Не Сделать То Наверняка Быстрее Заполнялась Вот Эта Часть А тут Оставалась Бы Пустой Понаблюдаем Как Будет Дальше Посмотрим Как Будет Работать Вот Эти Маленькие Металлические Выступы Это Убираем сюда Жидкость Или Грязь Доходя До этих Контактов Пылесос Будет Выключаться Достаточно Высоко В принципе Объем Грязи Достаточно Приличный Будет Убирать Такая же Как И во Взрослой Модели Катушка Для кабеля Она Точно Так же Будет Поворачиваться Что Ускорит И Облегчит Нам Работу Это Моделька Январь 2019 Года Цель Тоже Свежая Думаю Будет Поудобнее Если Он Где-то Стационарно Используется В принципе Такую Вещь Можно Использовать На стене Для Какого-нибудь Удлинителя Думаю Не пропадет Еще Один Момент У нас Появилось Интересно Как Снимается Не Снимается Это Выход Пиктограмма Идет Подсоединяем Шланг И Можем Обдувать Естественно Тяга Достаточно Большая Сейчас Что-нибудь Попробуем Теннис Теннисного Шарика У меня Нет Есть Шарик Металлический Волшебство Волшебство О Чудо О Чудо Ну Вообщем Работает Наверняка Это может быть Полезно Вот так Опция Очень Полезная У меня У меня На нее Тоже Есть Очень Интересные Виды В принципе Когда мы Работаем Тот же Контура И нам Нужно Выводить Отработанный Воздух Куда-то В сторону Чтобы Вони Не было Либо Если Работаем Не знаю Клеем Чем-то Вонючим То мы Тоже Можем Ставить Два Шланга Один Выводить Куда-нибудь В трубу Воздух Будет Улетать Вот Еще один Интересный Момент Это У нас Вот Некая Волшебная Кнопочка И значок Bluetooth Обозначает Что пылесос Может управляться С Некого Пульта Нажимаем Пока Реакции Никакой Ну понятно Что нам Пока не к чему Его Подсоединять Вот И вот У нас Есть Такая Волшебная Коробочка В ней Находится Волшебный Пультик Крохотный Здесь Идут Резиночки Одевается На шланг Мы Его Можем Зафиксировать Одна Чуть Короче Вторая Немножко Длиннее Это Для 36 Шланга Вот Для Такого Это Для 27 На руку Не знаю На руку Маловато Маленькая Инструкция Это В случае С Аккумуляторным Инструментом Аккумуляторы Которые имеют Модуль Bluetooth И Пылесос Будет Реагировать На Включение Инструмента Либо От Пульта Соответственно Здесь Пиктограмма Идет К таким Пылесосам Где Устанавливаем Отдельно Модуль Bluetooth Либо В данной Модели Он уже Есть Значит Что нам Нужно В режим Авто Он вроде Как Включен Нажимаем И Один Раскасание Все Он его Нашел А Это Надо Я Не то Нажал Но Не важно Он его Нашел Какое Расстояние Срабатывания Не знаю Попробуем Пока Срабатывает Мы 12 метров Пробуем На Лестнице Поднимаемся Вот Сколько Здесь Метров Может Быть Больше Конечно Заявленных Десяти Что В принципе Очень Неплохо В пультике Батареечка 2032 ЦР 3 вольта Думаю Будет Работать У нас Совсем Мало Времени Но Хотелось Бы Еще Один Момент Посмотреть Очень Интересный Как Для Меня А Именно Редкая В наших Краях Птица Это У нас Сепаратор По Нему Также Есть Некоторые Вопросы Мы Посмотрим Ну Вот Интересно Было Мне Толщина Вообще Пластика Здесь Где-то 2,6 Считаем 2,5 Миллиметра Округляем Толщина Достаточно Крышка Мощная И Достаем Наше Волшебное Ведро Нижняя Часть Систейнера Тут Отверстие Не знаю Для чего Но Есть Технологически Значит Он Естественно Неразборный Достаточно Мощно Сделан Все-таки Стеночки Здесь Уже 3 Миллиметра Они Увеличиваются Вначале В тонком Месте 3 Миллиметра Достаточно Мощная Конструкция Сюда У нас Будет Устанавливаться Наша Корзина Сама Корзина АБС Усаживается Четко Здесь Тоже Достаточно Толстые Стеночки В этом Месте 3 Миллиметра Здесь Уже 3,5 То есть Достаточно Так Не Слабая Крышечка При заполнении Закрывается Закрывается И Уезжает На Утилизацию В комплекте Идет Мешочек Я так понимаю Это для Утилизации Отходов Если у нас Чего-то Набралось Мы можем Временно Высыпать Сюда Потом Его Так Сжать И Затянуть Поясок Потуже Работать Может Как Автономно И Соответственно Можем Его Фиксировать На Пылесос Значит Здесь Посадочные Места Достаточно Повернуть Все Он у нас Уже Зафиксирован На Пылесосе Устанавливаем Бедро И Сверху Пристегивается Верхняя Часть Тут Вроде бы Как По пиктограммам Все понятно Ага Вот Вот Что Они Дают В комплекте Если Сюда Нажать У нас Снимается Угловой И Мы Можем Поставить Прямой Патрубок Для Подключения Новых Пылесосов Попробуем Как это Делается Раз Уже Попало В руки Единственное Что Перед этим Предлагаю Заглянуть Внутрь Ничего Военного Страшного Нет Но Сделан Достаточно Аккуратно Разбирается Очень Легко Здесь Никаких Нет Нет Все Быстросъемное Материал Достаточно Такой Твердый Стружечка Попадает И у нас Падает Вниз Вот Вот такая Несложная Система Возможно Кто-то Себе Сам Соорудит Такой Горшок Кто-то Приобретет Сделано Здесь Достаточно Все Аккуратно Надежно Устанавливается Совершенно Просто То есть Разбирать Чистить Мыть Можно Будет Без Проблем Здесь Нужная Информация Кто Забыл И Даже Нарисовано Что Куда Как Соединяется Да Кстати Наверное Его Можно Ставить На Тележку Сейчас Мы Попробуем Подсоединить К Нашему Пылесосу Вот Для Чего Он Сделан Этот Шланг Будет Неудобно Это Для Старых Моделей Пылесосов Вероятно Вот Так Мы Можем Подсоединить Для Нового Мы Используем Другой Здесь Нам Нужна Отвертка И Плоская Бита Нажимаем На Одну Сторону Все Вставляем Сюда Совмещаем Отверстие Фиксатор Защелкиваем Прокручивается Все Мы Получили То Что Нам Нужно Было Подсоединяем Тут Нарисовано К пылесосу Ставим К пылесосу Соответственно Шланг Вот Мы Получаем Вся Конструкция В сборе Ну И Можем Что-нибудь Убирать Шланг Достаточно Большой Управляю Вот В районе Метра Мы Имеем Такую Конструкцию Без В районе 520 Там Там У нас Все-таки Ножки Уходят Где-то 520 Миллиметров Будет Высота Общая Габарит Вместе С выступающим Шлангом 460 Здесь 300 Вот Такая Конструкция Мы Имеем Такой Чайник Передвижной Высота 660 Ну А здесь Уже По габариту Тележки Понятно 370 С запасом И где-то 520 Соответственно Цепляем За пылесос И катаемся Рядом И для сравнения Сейчас мы Его Попробуем С циклоном Анейда Сравнить Который Раньше Был Тут у меня Система На 2 Часто Спрашивают Что это За шланг Это У нас Специальный Шланг Который Если я Использую Мусорный Мешок Внутри Он его Прижимает К стенкам Вот Два Коллеги Американский Ну и уже Немецкий Через 300 лет Все-таки Сделали Что-то Подобное Объемы Понятно Что разные Здесь Меньше Но Этот Работает Достаточно Успешно Оп Сори Он уже Был полный Тихонечко Закрываем Никто Не видел Запах Сосны Пошел Тем не менее Мешок Совсем Пустой Там Ничего Нет Так что Вот такие Новинки Достаточно Интересные Ну и Наверняка Полезные Лящик Выполнен Достаточно Аккуратно Надежно Думаю Кто таким Пользуется Тот Доволен Ну или Вот Классический Вариант Циклон Со Своим Ящиком Попробуем Этот В работе Посмотрю Этот Этот Работает Нормально Еще Пожалуй Один Интересный Момент За счет Усиления Ножик Он стал Более Мощным И Говорят Выдерживает Небольшой вес В моем Случае Небольшой Это 100 Кг Но Если Есть Возможность Где-то Присесть Это В принципе Всегда Удобно Можно Помечтать Ну и Когда Уже Совсем Лень Будет Вставать Наверняка Можно Будет Баловаться Круто Вот Такой Небольшой Обзор По Мини Миди Пылесосам И Разница В 26 Пылесосе Нового Выпуска Спасибо Будем Видеть Что-то Новое Будем Разбирать Смотреть Обсуждать Меня зовут Дмитрий Довженко Подписывайтесь На мой Канал И Это Видео Не буду Размещать На техническом Канале Хотя Может быть И там Тоже Оставлю На основном Так как Это Больше Все-таки К работе Относятся Они К Чистому Инструменту Поэтому Оставляю Его На Основном Канале Будем Студио Пардон На канале Дмитрий Довженко Еще Интересует Один Момент Инструкцию Как и Многие Не читал Будем Пробовать По Розетке Когда Мы Включаем Сеть Мы Видим Активность Реакция Достаточно Быстрая Плюс Задержка После Выключения Шланги Все Прочистятся Ручной Режим Работает Стандартно Но Вот Интересный Момент Которого Не было В Пылесосах Если Мы Отключили Пылесос Вообще Его Розетка Продолжает Работать Как Удлинитель Это Очень Интересный Момент То есть Он Подключен К сети И Сейчас У нас Розетка Активная Как только Мы его Включаем То То Пылесос Включается Также В работу Но То Что Розетка Остается Активной Это Тоже Очень Интересный Плюс Еще Маленький Момент По Сепаратору Если Мы Едем На Объект В принципе Можно Не брать Вивдро Если Там Малые Малые Объемы То Можем Пользоваться Вот таким Мини Сепаратором Он Тоже Будет Работать Просто Меньший У нас Объем Все Же Не Удержался Будем Пробовать Еще Одну Вещь Так Первое Что Меряем Пока Не Сложно Длину Кабеля В общем Приблизительно Так 7 655 Я Не Смотрел Еще В Паспорте Сколько 3 357 Да То есть 150 Миллиметров Это До Вот Этой Точки Замерял Тут Чуть Больше То Три С Половины Все Таки Есть Нас Никто Не Обманул Вот И теперь Будем Пробовать Наш Пульт Отходим Так Единственное Что Немножко Сделаю Иначе Чтобы Я не Целился В Пылесос А Целился Допустим Вот В Эту Плоскость Сдалека Мне Будет Удобней Ставлю Его Приблизительно На Таком Ж Расстоянии Плюс Минус Срабатывает 21 метр Срабатывает Еще Сработал Включился Выключился Так Я уже Не делаю Замеры Мы Потом От Обратного Вот От Здания Включился Выключился Со Второго Раза Но Тем Не Менее Включился Ладно Померяем От С этого Расстояния Он Включился С этого Он Еще Выключался 3800 До Здания Прибавить Сейчас От Какого Нибудь Места Где Я Смогу По-моему Сюда 46 Было От Забора Плюс От Ящика 18 Итого 106 Метров Был Включен Пылесос Супер Еще Один Бонус По Пылесосам И По Управлению Был У нас Разговор Вопрос Возник Один Пульт Может Либо Управлять Двумя Пылесосами Сразу Скажу Не Может Пульт Включает Тот Тот Пылесос 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 Пылесоса блютуз удерживаем ее 3 секунды пошел сигнал нажимаем все он у нас работает с этим пылесосом выключаем включаем этот он уже не реагирует мы можем здесь нажимать удерживать все то же самое делать включаем он на него реагировать не будет так как пульт завязан сейчас с этим пылесосом и он моментально на него реагирует этот будет долго искать но пару пара создана и будет этот пульт работать только с тем пылесосом с которым создана пара так что вот такая особенность если несколько человек работает у каждого свой пульт управлять только его аппаратом ну либо бригадир включает каждому свой на этом все движемся дальше пробуем еще одна так еще одна латексная толстая но нетриловую тоненькую живет как крючок татюзик горелку так ладно тогда попробуем на малых оборотах потому что мы зажимаем готов готов даже не остановился пробую мощную варежку это на самых маленьких оборотах так что вот такая фигня малято но и и и и и и Продолжение следует...